Хорошо известно, как и то, что Гашек и Свобода это игроки, в чьи обязанности наряду снова входит организация атакующих действий. Бордо, 16 номер, вратарь Ульрих Роме. Четвертый, Ниша Савельевич. Шетвертый, Херве Аликарте. Между прочим, состав Бордо не оптимален. Команду преследует череда травм. И между прочим, решающий игрок Зиани тяжело травмирован. И вот на его место в срочном порядке буквально был приглашен Карантен Мартенс, на которого в известной степени возлагаются обязанности диспетчера. Чемпион Франции довольно лихо взялся за дело, но этого и следовало ожидать. Бордо под огнем критики в последнее время. Команда проиграла два матча в чемпионате Франции. Проиграла Ренну и Парис Энджермен с одинаковым счетом 1-2. И если звание чемпиона никуда не денется, то лидерские амбиции, в общем-то, они как бы ставятся под сомнение. Вот это Эли Боб, главный тренер Бордо, которого я забыл вам представить, представлю. Также и арбитра серии Хауге, норвежец. Все штрафного. Владимир Лабанг направлял мяч в направлении ворот Урри Хараме. В основном рассчитывая на то, что кто-то подберет возможный отскок мяча, либо вот там подставит ногу. У Спарта частенько атакуют подобным образом. У нее есть и довольно богатый опыт участия в Лиге чемпионов. Команда уже отмечалась, помните, и в Кубке чемпионов, и в Лиге чемпионов, побеждая и грандов мирового футбола. И такие игроки, как Хорс Зигаль, между прочим, очень хорошо эти времена помнят. Еще раз обращаю ваше внимание на то, что прежде всего в обороне у Бордо могут быть неполадки, потому что там видоизмененный состав, несколько на этой игре. А у Спарта состав слаженный, не меняющийся от матча к матчу, и потому в минуте к 15-й целиком полностью завладевают инициативой чешские футболисты. Вот так на отбой приходится играть. Это Афану выбил мяч в красивом акробатическом прыске. Если это так меч, то попадание мяча в крестовину становится визитной карточкой каждого дня Лиги чемпионов. И вчера мы дважды видели похожие ситуации, и вот сейчас мечется во своей вратарской ульве Хроме, но внешне вот такие бестолковые перемещения имеют под собой почву. Мяч он успевает вовремя и опасный момент ликвидирует. Грене подает мяч на Вильтора, и тот с линии вратарской пытается срезать его в дальний угол, но чуть-чуть, мне кажется, не довисел в воздухе Вильтор. Наверное, будет на его месте Майкл Джордан, все было бы нормально. А другому выполнить, конечно, такое упражнение, как повисеть в воздухе несколько секунд, это тяжеловато. Осваиваются французы. И вот уже пас на выход на Лас-Ланда. Тот тихонечко катит мяч мимо вратаря. Мерок Томова догоняет Лабант и выбивает за боковую линию. Давайте посмотрим еще раз атаку, проникающую Бордо. Это фирменный знак французского чемпиона, руки можно не поднимать. Задержался, задержался защитник. Это Милан Кукол был, и, конечно, никого в ней игры здесь быть не могло. Вот Мартен. Техничный, уже поигравший. Кто-то считает его ветераном, невысокого роста. Внешне даже тяжеловатый до тех пор, пока его не начнешь опекать. Тут свою технику он демонстрирует и уходит, играя чего-то опеки. А это Иван Мику. Кстати, в его адрес тоже много критических стрел выпускается. Многие считали его открытием сезона, будущим лидером сборной Франции. Но вот лихо начал сезон, он в последнее время ждал. В этом матче Мику выглядел очень неплохо. А игра где-то к концу первого тайма стала изобиловать нарушениями. Притом с обеих сторон. Ну, известное дело, во Франции стыки эти, в чемпионате Франции обычная вещь. Там страсть, с которой ведется борьба, по-моему, позволяет по этой части первенскому национальному в УСИИ в лидеры. В Европе. Что касается Чехии, то в определенной степени национальный чемпионат этой страны первая инкогниция. И, в общем-то, представители, та же «Спарта», в какой-то степени не пропагандируют. Тут волк, чейки, желтая карточка. Ее получает Владимир Лабан. За две минуты до перерыва прерывал он проход к воротам Франсуа Грене. Вот и свисток. Первый тайм. Как видите, опасные моменты есть. Темп игры очень хорош, страсти много. Но, опять-таки, если есть с чем сравнивать, конечно, по сегодняшнему дню, образец для подражания, это матч «Олимпиакос-Реал», то, безусловно, сравнение не в пользу матча в Фраге. Однако, это будущие соперники московского «Спартака». И очень придирчиво и внимательно надо смотреть за действиями той команды и другой. Становится яхно «Спарта» типичный представитель среднеевропейского футбола, неуступчивый, который, может быть, и не разгромит никого со счетом 4 или 5-0. Который никому и нигде очки без боя не отдаст. Ну, а Бордо есть Бордо. Команда укомплектована очень сильными игроками. Половина из них играли или играют в составе сборной Франции. Именно худой конец ходят числе кандидатов в эту команду. А лучшие рекомендации, по-моему, и придумать невозможно. Ну, а тот же самый Лас-Ланк и уж тем более Вильтор и нашим любителям спорта хорошо знакомы. 11-метровый. Достаточно, по-моему, бесспорный 11-метровый. И вот, посмотрите, Хорс Зигаль бьет. По-моему, переволновался капитан «Спарты». Обратите внимание на паузу. Иной раз, помните, Игорь Добровольский эту паузу сделал, дергал вратаря. В данном случае Ульри Фраме не дернулся никуда, а задергался сам Хорс Зигаль. Ударил он на очень удобной для вратаря высоте и отнюдь не в самый угол. И тут же покидает поле. Любовь Штенко выходит вместо Зигля. Действительно, здоровьем психологической команды надо дорожить. А Зигаль даже не в лучшем состоянии практическую пользу принести команде может и должен. Но только не после того, как он промазал 11-метровый удар. Вот опасный выход к воротам Роме. И опять Роме великолепно ногой уже этот момент ликвидирует. Переходил Томаш Русицкий. Вроде все правильно сделал. Чуть-чуть поднять еще мяч. И, конечно, нога уже не спасалась в этой ситуации. Мы видим, что страсть, которая с партой ведет атаку, позволяет рассчитывать на перевес. И перевесом этим игровым владеть. А в пенальти не отмахнуться. Но и Бордо имеет моменты. Подключается к атаке Миша Савельевича Угослав. Высокого роста, хорошо играющий головой. Здесь Постулка был на чеку. Тренер Бордо Эли Бок не произвел в этом матче ни единой замену. Знать бы, был удовлетворен действиями своих футболистов. Поскольку матчи проходят в одно время, то наверняка тренеры и той, и другой команды не могли. Не знаю, что Спартак два мяча в начале встречи уже в Киллбурге забил. Стало быть, свои коррективы они внесли в действия футболистов. Но коррективы коррективами, а результатов так и не получилось. Нулевая ничья в матче Спарта.